Ваши потраченные 10 минут для кого-то выиграны годы жизни. Накануне во всем мире отметили День донора крови. Уже с утра понедельника в поликлинике номер один целая очередь желающих помочь тем, кто нуждается в переливании. Врачи утверждают, принять участие в благом деле может каждый, но необходима подготовка. В первую очередь донор должен соблюдать пищевой режим. То есть это значит пищевой режим как соблюдается. Накануне значит должен исключить прием жирной пищи, молочных продуктов, копчености. То есть исключить прием лекарственных препаратов, если он принимает какие-то аспиринсодержащие препараты, это где-то за 48 часов и прием алкоголя за 72 часа. И разумеется, будущий донор должен выспаться и прийти в хорошем настроении. Вначале ему предлагают завтрак, чай с печеньем, а также просят заполнить анкету донора. Самочувствие, какие препараты принимаю, стою ли на учете в диспансере тут, проводились ли прививки, ну вот такие медицинские вопросы. Перед процедурой осмотр у врача. Здесь выявляют уровень гемоглобина, измеряют артериальное давление, оценивают общее самочувствие. Также предварительно определяют группу крови с помощью экспресс-теста. Если все хорошо, добро пожаловать в процедурный кабинет. Как ощущения? Отлично. Хорошо себя чувствуете? Да, 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 все супер. А почему вы здесь? Вы первый раз сдаете кровь? Да, первый раз. Ну, просто сейчас такое время, что нужно помогать. За одну процедуру донор отдает 450 миллилитров крови. Сдавать ее можно до пяти раз в год с интервалом не менее 60 дней. Спасибо большое. До встречи через два месяца. Два с половиной. В числе неравнодушных волонтеры и даже сотрудники Химкинской администрации. Заместитель главы Химок Ирина Теслева тоже не осталась в стороне и сдала кровь. Я очень рада, что именно в этот период мне удалось тоже стать сопричастным к этому донорскому движению. И я хочу искренне поблагодарить наших химчан, наших жителей, что они всегда поддерживают. И сегодня как никогда их кровь нужна. Кровь, которую берут при первом посещении, не отправляют сразу на переливание. После анализа она отправляется на карантин на шесть месяцев. Чтобы спасти чью-то жизнь, донор должен прийти сдать ее во второй раз. Если инфекция в крови не найдена, ее отдают в медицинскую сеть. Если вы хотите тоже внести свою лепту, можно обратиться напрямую в больницу. В поликлинике номер один забор крови происходит два раза в неделю. В понедельник и среду с 8 до 11 часов. Но по предварительной записи. Ксения Брагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.